Ребята, ну добро пожаловать на вторую часть нашей конференции, вторую часть сегодняшнего дня. Давайте поаплодируйте те, кто не поел. Классно, почему? А, окей, хорошо. На самом деле плохо. Кто не поел, потом подойдете ко мне, у меня есть шоколадка, я попробую вас покормить. Хорошо, давайте поаплодируем те, кто поел. О, лучше, но явно немного поели, хорошо, мы поняли, в следующий раз, в следующем году еды будет больше. Спасибо большое за ваш шидбэк. И так, как я сказал, у нас второй блок, 4 спикера, насколько я правильно помню. И начинаем мы сегодня с Гриши. Гриша, на сцену. Привет всем. Очень рад, что вы хорошо поели и добро пожаловать на десерт. Надеюсь, он после таких вкусных плацент зайдет. И начнем мы, наверное, сначала с десертом, который это тортик. Тортик про Angular. И самый первый пункт в нем будет вишенька. Ну так вот, меня зовут Григорий. Я работаю в этой прекрасной компании FusionWorks. Я живу в этом прекрасном городе. И я работаю также в отделе по борьбе с Пагетти Кодом. Двери открыты, кто хочет, присоединяйтесь. Также я, как многие отсюда, наверное, люблю колян, пиво и крутые тачки. И вы можете меня найти по этому GitHub. И перейдем, наверное, сначала сразу к самому важному в нашей презентации. То есть цель. И цель, по сути, очень простая. Я хочу вам помочь вникнуть в environment Angular, познакомить вас со стаком, тем, что вам придется выучить. И сделать это с меньшим стрессом. Так как это очень многим доставляет неплохое количество, скажем так. И что такое вообще Angular? Если вы сейчас откроете Google, поищите слово Angular, погруглите ее, то вы узнаете, что Angular — это любой объект, имеющий прямые углы. То есть кирпич. Но не совсем. Это не Angular, о котором мы будем разговаривать. Вот он. И что он из себя вообще представляет? Ну, он фреймворк, стендалон. То есть он индивидуальный предприниматель. Он не любит делиться своей работой. Вы его кинули на сайт, он работает, все прекрасно и ни с кем не делится. Он вышел где-то в шестнадцатом году. До этого был AngularJS, с которым он не имеет ничего, кроме имени общего. Ну и разработчиков, конечно. И, наверное, последний этот пункт из этих трех будет, что он один из топ троек самых использованных на данный момент. И это не случайно. И почему же нам именно вот как учитывать как вариант выбрать Angular? Например, что его очень легко установить одной командой, грубо говоря. У него очень хорошо где-то описана документация. И вот сразу после презентации можете это поискать. Вот там вот какой хороший кусок, но написан он зачетно. И третье – это C-like. И не специально там восклицательные знаки, она очень хорошая. Но перед тем, как мы зайдем поглубже в эту теорию большого Angular, хочется задать вопрос. Как вы считаете, Angular тяжел в изучении? Вот поднимите руку, если кто-то вот так считает. Не так много, как я ожидал. Но для тех, кто так считает, что он тяжелый, вот скажу, что он не тяжелее, чем сесть кусок пиццы. Вот этот кусок пиццы. Спасибо. И, наверное, начнем мы сразу с установкой. Что нам нужно, чтобы установить Angular? Это иметь Node.js уже установленный. Я почти уверен, что у каждого из разработчиков он уже установлен на компе. Это установить одну команду, npm install global, Angular CLI. Он вам сделает команду ng. И запустить ng-new. Ну и уже запустить аппликацию. И поздравляю, вы Angular Developer. И как начинается этот запуск? Это команда ng-new. Вы захотели там создать себе проект, запустили эту команду, у вас появился абсолютно рабочий проект, там все сконфигурировано. Наслаждайтесь. Вторая очень мощная команда здесь будет lint. И, наверное, большинство девелоперов знает, что когда вы начинаете новый проект, там нужно скачать tslint, eslint, конфигурировать, искать рулы и так далее. Вы запускаете тут команду и все, там уже все настроено. Третье в этом списке будет add. Команда add. ng-add. И здесь уже немного поинтереснее. Вот у вас, допустим, есть существующий проект на Angular. И у вас появился такой таск, ну, надо добавить bootstrap. Что мы с этим делаем? Мы открываем Google, как установить bootstrap. Мы смотрим там, типа, вот нужно зайти в этот файл AngularJSON, добавить там какую-то строку где-то там. Еще немного Google, это занимает полчаса. Или же мы пишем команду ng-add bootstrap. Все. Еще одна очень интересная команда у нас будет generate. Вот мы, например, хотим создать какой-то функционал Angular. Мы пишем ng-generate, имя функционала. Он у нас создан, у нас все скафигурировано, везде он импортен, он уже работает. End-to-end. Вот, кстати, я не говорил, что generate создает сразу же spec-файл. Нужно чисто вот дополнить своим функционалом тестирования, оно уже все настроено. И эта команда запускает сервер, где вы можете посмотреть, что, как работает вообще. То есть нужно не сильно париться по тестированию. И вот это одна из самых интересных команд. Интернализация. Поднимите руки, пожалуйста, кто когда-то делал интернализацию. Сочувствую. И не случайно у нас посередине сидит здесь команда update. И здесь я остановлюсь на минуточку и скажу, вот, допустим, случай два года назад в моей жизни. Я перешел в одну компанию, девелопер там был только один, он ушел. И я должен был работать на существующем проекте. Этому проекту было где-то года три, может быть. Он был на втором Angular, самый первый под именем Angular. Он был огромный и не сильно о нем заботились. И моя задача была в том, чтобы его обновить. А вы представьте, сколько должно занимать обновление очень большого проекта, которого писали 10 людей до этого, до последней версии, где поменялось практически все. И я скажу, что это заняло полчаса. Потому что у нас есть вот эта прекрасная команда. Она, по сути, вот в бэкграунде, что делает, так это проходится по всем вашим депендентси. Обновляете их до последней совместимой версии с Angular. Она проходит по всей вашей структуре, переделаете ее под последнюю. Вообще это, скажем, глобальный мигрейшн из любой в любую версию. И вам еще понадобится 20 минут, максимум, вот так, чтобы открыть доку и выбрать вашу версию, новую версию. И переименовать этот модуль на так, этот файл на так, и у вас все работает. Просто 10 минут ng-update, 20 минут ваш мозг и Google, и все. У вас последняя версия. И, кстати, даже иногда мне становится скучно из этих команд. И вот следующий пункт после CLI, вот вы с ним познакомились, все дела, и идет речь о архитектуре, вот вопрос. И это очень интересный такой момент, что всех новых людей в Angular пугает немного архитектура. И, по сути, они эту архитектуру видят вот так. Но вот после недели, двух недель, может, месяца изучения, вы увидите ее так же, как я. Вот так. Есть немного разницы, да? И начинается эта архитектура, наверное, с компонента. И недолго остановлюсь и скажу, что компонент – это те прелести, цветы, котики и так далее, что видит ваш клиент. Но в бэкграунде вы пишете TypeScript и HTML курящего человека. Второй тут пункт, очень важный будет в архитектуре – сервис. И, наверное, у каждого в компании, либо даже в проекте существует такое понятие, как project manager. И я бы сказал, что сервис – это project manager. Потому что вот вам нужна какая-то информация о компании, о клиенте и так далее. Кто вам ее выдает? Project manager. Кто хранит в себе все данные, которые вам когда-либо понадобятся? Project manager. Кто общается с клиентами, то есть с API в нашем случае? Project manager. Он, то есть, делает всю эту работу, которая отвечает за хранение данных, за передавание этих данных между юзерами, то есть компонентами, и общение с клиентами, то есть с API. И самый сложный в нашем пункте будет, наверное, модуль. Это вот, представьте, вы взяли все эти ваши сервисы, компоненты или любой прочий функционал Angular, кинули в одну коробку, запечатали скотчем, и у вас рабочий модуль. И следующий пункт, вот после того, как вы уже поняли более-менее, что за что отвечает, всплывает такая вещь, как недопонимание, я их так называю. Это те вещи, которые вот человек открывает и смотрит, и типа, зачем мне это вообще надо? И когда вот я готовился к этой презентации, почти во всех форумах первый вопрос был про одну вещь, но вот сначала вот скажу вам прикол. Недопонимание среди опытных и заядлых Angular-чиков. И это будет то, что вот, допустим, у вас есть какой-то баг, вам нужно что-то его очень быстро пофиксить, вы что-то гуглите, открываете Stack Overflow, читаете, там все нормально, и там появляется случайно AngularJS, но вы уже потеряли 10 минут на этой странице. Но так на секундочку он не имеет вообще ничего общего с Angular, кроме имени. Это божественно. И вернемся к нашему первому пункту, это будет TypeScript. И очень часто люди говорят, типа, вот, мол, зачем мне нужен TypeScript, я писал на JS, на jQuery, на React, неважно, и я очень хорошо справлялся с JS, но у меня тут появляется контр-вопрос. А чем он вам мешает вообще? Ну, например, у нас есть функция, которая делает return hello плюс то, что вы написали. И как же она будет написана в TypeScript? Даже не знаю, очень сильно поменялась. Или возьмем что-то потяжелее. Вот у нас есть функция, которая возвращает состояние моего кошелька в конец месяца. Как она будет выглядеть в TypeScript? Смотрите, вот так добавился any в конец. Но это неправильно. Неправильно, потому что any — это немного некрасиво. Это очень так, мягко говоря. Это выглядит так, как будто вы взяли ядерную боеголовку и кинули в нее молотком, чтобы запустить. И этот any можно очень легко заменить на нормальный читабельный функционал, который называется в TypeScript вообще advanced types. Даже у них в документации так и не написано. Это не могут быть четырех видов. Это у нас есть inline, который выглядит абсолютно одинаково, как и с нашей функцией. Чисто вот добавилось вместо нуля number, потому что ноль — это number. Мы можем заменить это на interface. Который будет просто интерфейс, имя и абсолютно та же самая структура. Также это можно заменить на класс. И те, кто знает немного о OOP, они поймут, что нужно еще добавить чисто member access, в данном случае паблики для модели, и это будет абсолютно то же самое. И четвертое — это type. Но type вообще отдельная тема, и я не хочу на этом останавливаться. И выглядит это у нас вот так. C-wallet, имя этого интерфейса, класса или type, и ваш метод уже дальше. И остановимся, наверное, вот в ровно долю секунд на каждый из этих типов методов. И первый, наверное, будет inline. Inline вообще хорош. Но он хорош, когда он simple, short и быстрый. То есть вам нужен такой маленький объектик, вроде вот моего. Вот, money number. Очень легко, очень понятно, очень быстро пишется. Но если он уже у вас повторяется больше, чем один раз, не советую его использовать, а перенесите его в интерфейс. Интерфейс — это ваш лучший друг по пути в TypeScript. Он чистый, он легко понимается, и он виртуальный. А виртуальный он потому, что вот как он будет выглядеть в коде. Вот с левой стороны у меня будет test, с правой — JS. Он вообще исчезает, его нет, просто нет. Следующий в нашем пункте будет класс. И когда идет речь о классе, тут опять же очень много тут будет вопросов насчет него. Но интерфейс лучше. Потому что класс — это OOP, это не модель. Он хорош, когда нужно делать что-то потяжелее. Он хорош, когда нужно делать что-то там пообъемнее. И он грязный как модель. Потому что он будет в билде выглядеть вот так. А вы его не используете вообще. И Type. Type он намного тяжелее, намного объемнее. И он вообще для меня даже иногда становится непонятным. И вот почему. Вот это пример, для чего он вообще должен быть использован. Это его цель в жизни. И да, он опять же исчезает из билда. Недопонимание номер два — это у нас Rix.js. И при переходе вот на Angular тоже люди спрашивают, что это вообще такое. И я думаю, что каждый из нас, который вот пытался хотя бы раз выучить, он работал с ивентами. Или работал с лодашем. Ну так вот, Rix.js — это лодаш для ивентов. Он не такой большой и злой. И он состоит из двух типов. Это Subject и Observable. По сути, они почти ничем не отличаются. Там очень-очень глубокая разница, скажем так, которой даже я забываю через день, чем она отличается. Он объявляется вот этим способом. У него есть метод subscribe. Он принимает с себя callback. Каждый раз, когда вам что-то там кинули в ивент, запускается ваш callback. Выглядит это очень просто. И также у него есть один очень специфичный оператор. Он называется pipe. И сам этот pipe особен тем, что он позволяет делать что-то до тех пор, пока это дойдет до вашего callback. Выглядит он вот так. И немного остановимся на тем, что может вообще быть в этом pipe. Это не сильно много вещей. Это он умеет смотреть, он умеет фильтровать и он умеет менять. Как именно? Вот этим способом. И сейчас такой, типа, ты же нам примера не дал, типа, что за фигня? И скажу свое оправдание, что пример мне вообще не понадобится. Вот мы открываем сайт RxJS. Там есть одна очень интересная страница, которая называется Operator Decision 3. И на ней вы можете себя чувствовать, как будто вы позвонили в 911. Типа, алло, 911, у меня произошел обсеробал. Он вас спрашивает, успокойтесь, сэр, что у вас случилось? Я его хочу фильтровать. Нажимаете там на какую-то кнопку. Он вас спрашивает, как его фильтровать? Вы типа такой, ну, чтобы не повторяло значение. Он, все, сэр, успокойтесь, вам нужен этот оператор. И там очень хорошо в деталях описано, как с этим оператором работать, что он делает и как до него вообще дойти. И я бы захотел тут остановиться больше, но эта страница будет намного полезнее, чем я сейчас расскажу. И переходя дальше, третье наше недопонимание будет StyleGuide. И хотя вот на этот скрипте вам придется уделить там пару часов, может быть, Rix.js там вообще полчаса, почти что ничего. А вот StyleGuide с нами на всю жизнь. И он касается не только Angular, но Angular в этом немного помогает. Он немного комплексный, он очень объемный, там очень много данных. Он очень сильно вас будет ограничивать во всем, но он при этом очень полезный. И как выглядит вот этот сам StyleGuide, это прелесть. У вас есть имя рула, у вас есть код этого рула. Он говорит тебе, сделай так. Сделай так. Учти, что у тебя может произойти вот этот случай. Потому что так, и потому что так. И ниже пример. И вот все это очень хорошее плачеря будет длиться целых 4 тысяч строк. Понадобится вам такие хорошие пару часов, чтобы это все прочитать. И я очень сильно советую вам это делать, потому что даже заядлые ангулярщики забывают открывать раз в году хотя бы этот файл. И очень сильно уходят от StyleGuide, который очень важен, между прочим. И один из самых основных пунктов нашей презентации, это будет билд. И билд у Angular особенный. Он разделяется обычно на два пункта. Первый будет Just-in-Time, который весит 4,4 мегабайта и запускается за 700 миллисекунд. Это только Hello World Application, кстати. И второй будет Ahead of Time Compilation. Он весит чуть-чуть меньше, 158 килобайт и запускается за 300 миллисекунд. Есть немного разницы, правда? И давайте немного вот зайдем в детали, что такое вообще Just-in-Time. Это девелоперский билд. Он очень быстро билдится. Он автоматом рефрешится. Он очень огромный, кидает вам все подряд, даже не смотрит, что он вам кинул в код. Это работает уже хорошо. И никогда кто-то, кроме девелоперов, не должен открывать этот билд. Вообще, не должен даже смотреть на него. Нельзя. И вот сайт про котиков у нас будет весить 5 мегабайт. И загружаться почти за 2 секунды. Что это очень неприятно, как вы уже могли заметить по несколько сайтам. Я не дам имя. Они связаны немного с нашим элементом. И выглядит он у нас очень красиво. Белые, зеленые, все красиво, все прошло. Дальше будет Ahead of Time Compilation. Это для клиентов уже. Это продакшн билд будет у нас. Он очень медленно билдится. Прямо вот со временем начинаете от этого уставать. Он очень сильно подбирает, что вообще попадет в ваш билд. И это, кстати, хорошо. Поэтому все очень сильно минифицируется. Оно очень маленькое. Вот у нас вот такая коробочка выходит из целой аппликации. И он говорит, пока дебаг. Эту фигню вы никогда не сможете дебажить, прочитать и так далее. Я пытался. И будет весить он у нас 700 килобайт. А не 5 мегабайт. А это в лучшем случае как минимум в 5 раз будет разница у нас. И 300 миллисекунд. Это просто сделал Ctrl R. Ты даже не успел заметить, как ужасает. Все отрендерился, все работает. Очень прекрасно. Если он забилдится, конечно. Потому что может произойти вот так. Помните, я говорил, что он очень придирчивый? Ну так вот. Девелоперский билд прошел. У нас все хорошо. Мы вот сделали фичу за месяц. Мы хотели пойти в вакейшн какой-то. Дали типа вот, чувак, бери продукт. У меня все работает. Я пошел отдыхать. И на следующий день тебя зовут обратно. То, что ты сделал, не работает. Вернись. Никакого вакейшна. И это может произойти с каждым. Потому что он очень придирчивый. Он будет анализировать каждый ваш кусок кода, который вы где-либо написали. И скажет вам намного раньше об этом, чем какой-то юзер откроет эту страницу и посмотрит. Он проверяет каждый кусок кода, который вы написали, в деталях. И прежде чем пойти дальше и понять, насколько он вообще хороший, нужно понять еще одну такую вещь, очень важную в нашей жизни, что он не может делать все за нас. Вот я вам показал эти 700 килобайт. Это очень хорошая цифра. Все очень прекрасно. Но он не сможет это за вас сделать. И не сможет это сделать, потому что это зависит еще и от вас. И тут два основных пункта. Это 3-шекинг. Вы импортируете какой-то оператор от RxJS из какого-то файла. И вы импортируете его из основной папки этого модуля. И он кидает вам все, этот модуль вам в проект. Типа, ну ты импортировал, что? Это добавляет вам мегабайт. Или же вы импортируете нормально полный путь, он добавляет вам 50 килобайт. И еще один наш очень хороший друг, это будет тезилайдингом. И помните, я говорил, что вот берете все, кидаете в модуль и скотчем так приматываете. Ну так вот, можно кидать в эту коробку, что вы хотите, какой-то отдельный функционал. Поставить где-то его в сторонку. И пока юзер не откроет именно вот ту сторонку, где вы все это поставили, ни один кусок из этого функционала не попадет ему на сайт вообще никак. То есть у вас админка весит мегабайт, у вас лендинг весит 300 килобайт. И пока вы не зайдете на админку, у вас будут только 300 килобайт в сайте. И, наверное, закончим это на то, что я бы хотел вам рассказать больше, но про таком классном продукте не расскажешь в 25 минут. И я рассказал вам, как легко зайти во всем этом инварименте, и с чего нужно начинать. Спасибо. Какие-то вопросы? Спасибо, да-да. Давайте вопросы. Микрофон не включен, по-моему, Егор. Деконнектация микрофона утрей в урок. Здравствуйте. Спасибо за презентацию. Маленький вопрос. Пользуетесь ли вы директивами в производстве Angular-приложений? Конечно. Ну, например, вот у меня был дропдаун от Bootstrap, и нужно было сделать nested levels, которые у него не было. Вот директива тут очень сильно помогла, она эжектится в этом коде, в этом элементе теги, и делает какие-то вещи, которые мне нужны. Скажем так, это единственный из элементов, которые унаследованы от AngularJS, его личного мнения. Спасибо за презентацию. Спасибо. Все, больше нет вопросов? Нет, нет, сейчас просто микрофон уходит по залу. Гриш, спасибо большое за доклад. Вот у меня вот такой вот вопрос. Что делать, если я очень люблю Angular, но все вакансии на React? Подожди, а могу я ответить, или только Гриша может ответить? У нас просто есть вакансии на Angular. Да, вот с радостью в тебе приятно. Мы тебя ждем, я тебя запомнил. Выйдем, потом поговорим. Нет, Гриша, ну все-таки, да, ты ответь на вопрос, почему, почему так. На самом деле вакансий на Angular тоже достаточно. И я получаю офферы, вот не скрываю даже от директора каждый день. Спасибо. Чисто React он намного популярнее, не знаю почему. Ну, моя презентация немного способствует тем, чтобы объяснить, что Angular не такой тяжелый. Давайте, приступайте. Еще вопрос есть, да? Спасибо за презентацию. Маленький вопросик. Пользуетесь ли вы дополнительные инструменты? Используете ли вы дополнительные инструменты, которые позволяют вам облегчить работу с Angular? Спасибо. Хороший вопрос. На самом деле у него есть несколько очень прикольных утилитов. Вот начнем с самого банального. Есть одна библиотека в SCODI и PyStorm, и Storm вообще. Она называется Angular Language Service. Он смотрит ваш HTML в темплейт и сразу же делает отсылку на TypeScript файл и показывает сразу вам живую те ошибки, которые у вас могут произойти в продакшн, например. Или же у него есть плагин на хроме, аугури называется. Он сразу же вам показывает все компоненты, которые у вас есть, сервисы, директивы и так далее, их стейты, их переменные и как вообще что происходит. Давайте последний вопрос, если можно. Сказал, что при компиляции Head of Time забудьте про дебаг. А не используются ли Source Map при этой компиляции? Нет. Нет. Вообще из конфигурации Angular они не используются. Но вы можете отдельной командой сконфигурировать, сбилдить отдельно Source Map, чтобы как-то потом это продебаржить. Но это очень много усилий, и чаще всего код не будет себя вести по-другому. Это очень-очень редкий случай, когда вам понадобится именно билдить продакшн. 99% это произойдет то же самое. Все. Спасибо огромное за вопросы. Спасибо тебе, Гриш, большое. Спасибо. Давай мы с тобой сфотографируемся. Спасибо. Я знаю, что у тебя был вопрос какой-то к публике. Да, да. Я хотел бы спросить, кто-либо заметил, где-то не так было написано одно слово. А, елки-палки. У нас не хватает столько призов. Что? Кто? Первый поднял. Окей, все, поднял руку. А что хочешь? Давайте у нас есть отличные подарки от Миксбука. Давайте мы дадим. Ну, потом можете обмениваться подарками, если у вас много их становится, и они одинаковые. Вы можете меняться. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал MDC Underscore 19. Там можно будет… А, нет, там он замьючен для вас, да. Ну, давайте в группе в Фейсбуке, там в ивенте, можете устраивать ярмарку призов. В принципе, не проблема. У меня есть один вопрос. Есть ли здесь бывшие работники FusionWorks? Ой, что так много рук. Ребят, для вас у меня есть билеты, так как вы теперь, у вас нет хорошей работы. Я хотел вам подарить от ребят с DreamApps, которые выйдут чуть позже рассказать, на Startup Grind, на мероприятие. Вот, может быть, вы себе там найдете инвесторов, хорошую работу и так далее. Сейчас, Лена, вот вы держите руки поднятыми, она вам раздаст билетики, да, и вы сможете найти клевых инвесторов, стать снова богатыми и так далее. Хорошо, спасибо, спасибо, Гриша, большое еще раз, спасибо. И сейчас, сейчас, сейчас мы хотели, да, вы руки держите, пока все-все нормально. Сейчас мы хотели бы позвать на эту сцену нашего гостя. So, our guest from Germany, Marco, he came today to present you, and the presentation will last, I think, one hour, but it will be super interesting, I hope so. So, welcome, Marco in Moldova. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Even, do I make a living out of it? Hello, I'm Marco, I come from Germany, I'm Italian, it's a bit of a problem, so I got the worst of both. I talk too much, because I'm Italian, and I'm very annoying, because I'm German, half, you know. It's very good to be here in the country that invented Markdown. That's not how I work, sorry. But, thank you Anton for having me here. Today we're talking about backwards incompatible tails. Right. So, I'm this guy on the internet, if you don't know this guy, usually does very annoying reviews, very detailed reviews, maybe you interacted with me, I can tell you I mean no ill, I'm just very good at finding problems. Now, initially I wanted to talk about wizards, effectively the talk was about, you know, like, let's take a wizard and build the castle and then the castle falls together when the wizards are gone and whatever. I think wizards are cool, and I'm a bit fixated with a lot of Dungeons and Dragons stuff these days. Anybody playing Dungeons and Dragons? Nice! Critters, that's cool. I think we are way ahead of magicians. These days we have something called engineering. Now, if you don't know, this is the lead engineer on the Apollo project. And this is closed by the code written by her and her team. And it is amazing. I feel like we as engineers have way more power than any magician in any story. So, what we managed to do is, you know, like, we managed to do great, amazing things. So, we got to the moon, of course. If you don't believe that we got to the moon, there's the door. It's alright. We got vaccines. If you don't believe in vaccines, there's also the door. I'm opinionated, yes. I think science is not an opinion. And we got Takeshi's Castle. Well, okay. That's cool. Maybe not so important, but I really like Takeshi's Castle. Okay. But cool engineering there, too. So, I think engineering is extremely powerful. We can do a lot of amazing things. But on the flip side, not everything goes as expected all the time. Not everything is nice. So, let's take a nice example. For example, you can take weapons. I don't think this is ethical usage of engineering, weaponizing stuff. I was at a conference a few days ago. As you can see, that was the end of September. And literally in the other room while I was speaking, there were engineers talking about weapons. That's not good engineering. So, think about what you build. But I wanted to talk about what can also go wrong. So, for example, does anybody know what this is? Yeah. It's a 737. Okay. And effectively, this is the old version. It's a very old plane. Works perfectly fine. I mean, it gets us from A to B. And there's some of these planes that are actually very, very old. If you don't know, a plane is not measured in years or in kilometers or in miles or in altitude. Its age is measured by the amount of depressurizations it went through. So, cycles of pressurization. Because, you know, it's like taking a tin can and pressing and releasing, pressing, releasing. At some point, it will have dents and then you have to replace it. So, you can have some of these planes that fly on intercontinental things, intercontinental trips. And they actually lasted for 20 years, even more. So, much more than a car. Now, what happened is money. People from Boeing said, okay, I like my money. My plane is being sold. But Airbus, Airbus made a better plane. And we got to make a better plane that uses less fuel, is less noisy, is faster. Everything, you know, we want it better. So, I can get my money because I need to buy my 15th Ferrari. You know, I'm not gonna get my other Ferrari if I can't get another plane sold. So, there is a change of requirements, which is the base of every chaos, which happens. That's what we do. You know, if we didn't have requirements or changes in requirements, we wouldn't have a job. So, let's still be, you know, grateful for having changes in requirements. And the change of requirements led to developing this thing. Yeah, it's 737 MAX 10. And this is a new plane that works, flies, and respects everything that they say they would do. So, effectively, they were like, yeah, money, party. Okay. Now, I know many of you maybe already read the story, okay. But, effectively, what happened is that to make this work, they had to do some system changes. They had to completely redesign this very old plane that has been flying since, I think, the 70s or something. And they invented, basically, a version that has a bigger engine. The one above, you see? It's much bigger. And they moved the wings up. They changed the structure a bit. You know? And, effectively, it's almost the same, but not the same. Now, changes, in general, bring instability, uncertainty, problems. So, obviously, in this case, it went really, really wrong. So, effectively, you have pressure from business to solve things. You have pressures from other departments, from legal systems to get things done in a certain way. And then, what happens is people. People talk to each other. And if I tell you something about an animal here, and you pass it over through all the persons here, and it gets to the end, I say to you, lion, and out of the other end comes snake. This is Chinese whispers. It's a game that we play as kids, right? But this is very, very typical. So, effectively, changes happen. They are not communicated, or maybe they are not communicated the same way. And then, systems break in ways that we're not foreseen. And, by the way, this is normal. It's not like everything can be prevented. Things happen. So, in this case, what happened is something a bit sad, right? The idea behind this is this plane has two little fins in the front. And these two little fins measure the aptitude of the plane. So, the aptitude of the plane is, is the plane going up? Is the plane going down? That's the aptitude. And the new model, according to engineering, and that's proper rocket science engineering. There's no more rocket science than working at Boeing, you know? Like, literally, that's the rocket science. They figured out, look, if this plane peaks up too much, it's going to fall. Because of how it is designed. It's not designed to point right straight up. And there were two little fins in the front. And these two little fins measured the aptitude. And based on the aptitude, a system called MCAS kicked in and said, okay, now we've got to point the nose down, otherwise we're going to fall. Or we've got to point the nose up. I think it only points the nose down, by the way. Now, what happened is the fins failed. They only connected one of the two fins to the system. So, only one had to fail. And nobody told the pilots that there was this MCAS thing. So, what happened is that two planes crashed. Two. Not one. Two planes crashed before shit hit the fan. And the pilots couldn't do anything. And all they needed to do in order to fix the problem, if they knew about it, was pressing a button and turning it off. That's really all there was to it. But nobody told them about the button. So, shit happens. The idea is that they sold it as exactly the same. It was not exactly the same. And then stuff breaks. Okay. So, this talk is about backwards compatibility. I realize I set the tone with a very sad example. It's a very tragic example. But it is to make you realize that one single little button caused two planes to crash. And just because it was not communicated. So, it's just about showing what kind of impact that BC Break can have. Now, I'm a web developer. You know, if something goes wrong, nothing really tragic happens. Maybe somebody loses some money. But I know that some years ago, I designed the fire alarm system for a huge industrial complex. And if that system fails, a lot of people are going to die. Because nobody is going to see the warning sign on their monitor popping up. And that was some time ago. And I really don't want to know if that system still works. Because honestly, I was a junior developer. And if I look back at it, I would probably not want to work where that system is deployed. And I'm really sorry for those people. I should probably notify them. So, backwards compatibility, short BC. You probably already saw it somewhere on GitHub in open source. By the way, I saw this is a mixed conference of ops and JavaScript and whatever. This is about PHP. I'm sorry. I do PHP. It happens. You know, I also need to work. But effectively, BC, backwards compatibility, short. The first BC break... Well, the idea of a BC break is you want the new system to work together with the old system. It needs to still continue cooperating with the old system. So, a backwards compatibility break is relatively simple. It can be either a bug or an intentional decision in which you say, my new kind of furniture is not compatible with this new kind of wood components that we build now. If you go to IKEA and buy some furniture, right, in 10 years, you're not going to find replacement for that furniture. That's basically what BC break is. Because they decide to change the way they make furniture. The first BC break was from BC to AD. That's when we change, right? Imagine the chaos changing from negative to positive, right? All right. Okay. So, to be clear, a BC break is normal. You will always have BC breaks. It's just a question of identifying them, documenting them, preventing them, or deciding whether to do them or not. But you will have BC breaks. Because you have a change in how you think the system should work, right? And people are using the system. They assume the system is going to work in one way. As soon as you change those assumptions, even just before implementing them, you know you're going to have a BC break. And the only thing that is very clear in software development and in the world in general is that things change all the time. And we have to adapt. And this has been known since Heraclitus. That was, what, 4,000 years ago? I have no idea when this guy lived. I'm really not a good historian. So, specifically, we are going to look at PHP. But this applies also to most Java, Kotlin, JavaScript. Sorry, not JavaScript, TypeScript. Let's use the good JavaScript. So, we are looking at PHP. Specifically, we are looking at object-oriented PHP. PHP, object-oriented programming. Short poop. And we are going to look at changes in types. So, if you're familiar with object-oriented programming, we're not talking about functional programming. That's another monster. And it doesn't really work that well in PHP. But is there anybody actually doing Haskell here? Nice. Well done. Well, in that world, it gets very, very tricky. So, the idea is that the change in type should, in theory, cause your build to fail. In practice, in PHP, it means that your production system is going to crash. But we are going to make a quiz. So, I want you all to kind of say yes or no if it is a busy break or not. Okay? So, I'm going to ask you and you tell me. So, I have a class called Hello World and I remove it. Is this a busy break? Come on. Yes. This is a busy break. Okay? Of course. Somebody is using that class. You removed it. It's like pulling the rug under their feet. Right? And they're going to have a broken system. So far, so good. We have a class Hello World and we make it an abstract class Hello World. Is this a busy break? Yes. Of course. They can no longer instantiate it. If they're using it, they have to implement their own. Relatively trivial. I'm keeping it trivial for now. Okay? We have an interface Hello World and we make it a class Hello World. Is this a busy break? Yes. This is a busy break. Now, I can no longer inherit from this interface. I can no longer say that my classes implement that interface. I can still type against it, declare types, but I can no longer effectively implement it in my world. I have an abstract class and I make a public method. I make it abstract. So I remove the implementation. Is this a busy break? Yes. So anyone that has been using this class and implementing it now has to implement an additional method. Now, these are all easy ones because you run the program and the program crashes and very, very early. So that's good. I have a class and I make it final. Busy break? Yes. I can no longer extend from it. So far, so good. I have a class and I make a method final. Yes. Yeah, of course. Also here, I can no longer override the method hello. I have a class with a public property called username and I remove that public property. Is this a busy break? Yes. I can no longer read from it. I can still write to it because PHP is a terrible language so you can't define properties even though they're not there. So, well, JavaScript allows the same, you know. I hate both, by the way. I hate both equally. I have a protected property and I remove it. Is this a busy break? Yes. Yes. It's a busy break because implementing a subclass of user is going to break if I rely on this property. Is this instead a busy break? So I have a private property and I remove it. Is this a busy break? No. 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 Yes. It is still a busy break. Why? Why is it a busy break? Because PHP allows you to serialize and deserialize objects. So unless you prevent people from serializing and deserializing your object, this private property will break if you deserialize something that didn't have the property or serialize something that has the property and then you deserialize it and it doesn't have it. So maybe you get an inconsistent state. Now, of course, it depends, right? You can define the limit of what you want to support not. I have a class and add the property. Public property. Is this a busy break? It depends. I told you. You can serialize and deserialize stuff. What happens if I serialize it without the property and now deserialize it and it has the property declared? This is typical when you change your code and somebody decided to put serialized state in, for example, the session. And now you deploy and all the sessions of active users are broken. Very, very typical scenario. So while it may not be a busy break if you expose this to other API consumers, it is a busy break if you deploy in your production system. So careful about this stuff. We have an interface. We add the method. Busy break? Yes. Now I have to implement this other method. I have a class. Hello world. Hello world has a say something and we add the method. Hello. Is this a busy break? No. Yes. No. What is it? No. It is a busy break. It is still a busy break. And the reason why this is a busy break is because hello world is not a final class. So what happens is that if I have implementations that extend hello world and decorate say something, these implementations are broken because they know nothing about the hello method. Anybody using doctrine ORM here? I'm sorry. It's all right. You will survive it. Has it ever happened to you that you run your application and things don't work until you redump the proxies that are used by your ORM? This is what happens typically. So you have a subclass that decorates an API and some method is added to the API. And now the decorator does not know about this method and it doesn't intercept the API call. So this class is broken. This is the hello decorator. Extends hello world. And yeah, it says decorate and say something, but hello will not behave the same way. And then there's this other one. This is child hello world. Extends hello world. And here what happened is that we have another class completely unrelated that implemented its own internal hello method. And now you get a fatal error. Why? Because you have a collision in names. You're declaring a private method where a public method comes from a parent API. Of course, I'm pushing it. Okay, I'm pushing it. I'm showing you since the language allows you to do so many things, so many things can lead to a busy break. That's the problem behind it. And effectively, every observable behavior of a system is part of its API, no matter what. Okay? It's very standard. Okay. Another one. I add a new class. Is this a busy break? Now everyone is scared. Is this a busy break? No. It depends. Now, for example, in PHP source, they added the fn keyword. So now that broke bc with everyone declaring a class called fn. And the same can happen here. So you have your class hello world, but either the language or some other library declares hello world in the global scope, and there you got a problem. So please use your namespace and keep things in your namespace. Your stuff with your stuff, other people's stuff with other people's stuff. You don't need to mix it. But effectively, if this were namespaced, it would not be a busy break. Class hello world extends hello, and now we remove the parent class inheritance. Is this a busy break? Yes. Now, if I pass hello world around, it no longer passes type checks for hello. I don't know if hello had other API methods that are not declared. I don't know if it had properties. So all the busy breaks that we saw before are also kind of leaking into this scenario. What if we do the opposite? Hello world extends hello. Hmm. Depends. It mixes together with the other use case where I said new methods added. I added a method somewhere. In this case, it maybe comes from hello, and some child classes have no idea that these methods exist. So, yeah. Oh, let's go to types in properties. So I have a property declared as a string, and we have proper types in PHP 7.4 on properties. Incredible. We're getting some basic types. Very basic stuff. Meanwhile, the TypeScript people are like rolling eyes and whatever, but that's okay. I have a string and declare it as a nullable string now. Is this a busy break? Depends? No? Yes? It is a busy break. State is the most annoying thing to deal with in busy breaks because state has a property called invariance. We'll see that in a second. The idea is that when you write to this property, if you were writing a string before and you still write a string, you're fine. Now, if you read before you were getting a string, now you have no guarantee that you will get a string. So that's a busy break. What about the opposite? I have a nullable string, and I turn it into a string. Is this a busy break? Yes. So this is a busy break because reading is fine. I'm expecting either a string or null. I'm getting a string, which is one of the two scenarios. Cool. But I can no longer write a null to it. Okay. So I'm going to take and make some very grossly oversimplified mathematical definitions here that will hopefully help you to understand busy breaks in an object-oriented scope in general. Now, there are two concepts of variance that you need to know, and it's covariance and contravariance. So we say that A is covariance to B, a type A is covariance to B, if all A's are also values of B. This means that A is contained in B. For example, numbers, integers are covariance to real numbers. Okay? Because integers are contained in real numbers. That's the idea behind it. So it's very simple, contained or not contained. And yeah, effectively A is contained in B. Or it's smaller equal. And the opposite is also important, so contravariance. So you want to have A contravariance to B, if basically B is smaller than A. So B in this case is contained in A. Okay? It's very simple Venn diagrams. One is inside the other. That's it. That's variance and contravariance for object-oriented programming. It's a different story in functional programming. Careful. So I don't want to talk about that one because I'm just not able to. Now, what happens is that anything that is mutable state is invariant. So what happens is that it needs to be both covariant and contravariant. And the only possible solution that says it's both contravariant and covariant means that the type is the same. You have integers before, you have to have integers after. You cannot have integer plus null. You cannot have nullable integer and then move to integer. Okay? That's the idea. So you have this concept of invariance. Very important. So now that we have the concept of invariance, let's do more quizzes. Right. So I have a class B that extends A. So B is covariant to A. B is smaller than A and it is contained in A. Every B is an A, but not every A is a B. Okay? And I have a function that first accepted A and now accepts B. Is this a busy break? Yes. This is going to break because anyone implementing A expected this API to still work, but it doesn't anymore. Let's do the opposite. Did I move slight? 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 Yes, let's do the opposite. So now I have a type definition that says I'm going to accept B, which is smaller than A, and now instead I'm going to accept A. Is this a busy break? No. This is not a busy break because now anyone that implemented the API before passed me a B. We know that a B is implicitly always a part of A, so we are going to accept it anyway. So we widened the parameters of the input of my program. So it's wider, now I can accept more stuff. And let's do the opposite. Return types. So I have a type B smaller than A, smaller and contained in A, and I'm going to change the API from returning A to returning B. Is this a busy break? No. This is not a busy break. B is smaller than A, right? So anyone consuming this program, consuming this API, will still get something that fits whatever they were expecting. They were expecting an A, a B is still an A. And we do the opposite. We have, again, B contained in A. We change the return type definition from being B to being A. No. No. Why no? Don't worry. It's all right. I'm not going to hunt you down for mistakes. That's why I made the question so that you notice that people actually don't realize those immediately. Now the idea here is that somebody is relying on the fact that the B comes back. Now I change it and I say an A comes back. An A is much more stuff. A typical example here would be I make a program that given two numbers gives you back an integer. Okay? And now I change this program and I say this program is going to give you back a float number. Do consumers of this program still work? You don't really know. They will probably break. Right? That's the idea behind it. So this is what happened here. There's an interesting RFC that is I think now implemented which finally allows us to implement this stuff in inheritance. It's kind of secondary but it allows you to have an interface and declare an implementation that still respects these variance rules as long as you can auto-load all the classes. Right. So in Poop, PHP, object-oriented programming, the idea is that backwards compatibility breaks are mostly about variance that I just told you. It's very, very simple once you grasp it. And the Lisca's substitution principle. The Lisca's substitution principle is not just about types. It means that if this thing quacks, right, and you make a sub-implementation that barks, that's no longer a duck. Okay? That's the Lisca's substitution principle. If I build a library, right, and I'm going to replace that library with a library that removes everything from your hard drive, that's not what you expected from me. Right? So that's the Lisca's substitution principle. So the sub-implementation must still kind of behave like the parent implementation. With some space for interpretation, I guess. So you start seeing these smaller and larger types. And anything in the new API must be smaller or equal to the previous API. So that's the question. You answer this. You know if you have a busy break. Now, what about dependencies? You have a dependency like you have a Symfony or Zen framework dependency. You require that library. And then you upgrade the major version of that library. Is that a busy break? It can happen. Yes. Now, it is a busy break if that change affects API that you declare. For example, in your API, you return a symbol coming from that library. And that symbol completely changed with this major update. That is now a busy break. Now, the idea is that if you add inheritance to the mix, so you say you extend from a third-party library, that's going to be a mess. Don't do that. Try avoiding that because you're going to have a lot of busy breaks. Any symbol that changes in the parent library is implicitly already a problem in your library if you do this. So try avoiding this. Typical example is controllers. Right? Take, for example, I don't know, anybody built Zen Framework 1 stuff? Yeah. Imagine upgrading to Zen Framework 2. Everything is different. You extend the controllers, nothing looks the same. They don't work the same. It's a completely different story. So try avoiding this inheritance in general. So don't fight the windmill. My suggestion is try to stick to strict rules. If you can, make things final. You don't need to extend things. There is no strict reason to do that. If you have a reason, then try to document why you want to make this inheritance open. So an open class in other languages. You take languages like, for example, Swift. In Swift, classes are closed by default because that's the safe default. You have to explicitly say, I designed this particular class to be inheritance friendly. And in PHP, since we don't have protected and private namespaces, you have to mark things internal. And you say, this is mine. Don't touch it. I designed it because I need my little corner of ugly stuff that is only mine. Please don't use it. And if you use it, it's your problem. Right? And don't report the bug, please. Right. So I wrote the library because what I was doing for years is going into code reviews and say, you cannot do this because this, 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 and this reason. Right? And it was annoying. And what happened is that people say, oh, Marco always rejects everything, which is true. But effectively, I wrote the tool to do that. And this tool, you can run it on a code base in PHP, of course, and it will figure out things for you. So, for example, you say, I want to check everything from version 2.6.2 to master. This is some example that I did to the Doctrine ORM. And it will tell you, look, you remove the method, abstract query, do execute. And then you remove this method here. And then here's something more complicated. The parameter association mapping of new entity found through relationship changed from being an array to a non-contravariant and this other thing. It's a very difficult way to see we change the type declaration. Right? It's just more formal. But you run it. You put it in your continuous integration. So, if you're a library author or an SDK author, this is invaluable because you know you are going to break somebody else's project downstream. Now comes the complex part in BC Brakes. So, this was the easy part in BC Brakes. Types. Once you have things in types, you get a very good overview of everything that can go wrong. All right? Types are extremely powerful. Now, what changes then is in behavior. And behavior is kind of like in the implementation. It's in the details. And this is hard because it requires a review by a human. And it's hard because it's about same types, but the same function no longer returns one, but returns two now. Now, for example, we add some code and we say if the user is a web user, then we throw an exception and say login failed. Otherwise, we show the prices. But who knows if we were not maybe using a crawler to display the web page, right? And to parse out prices and do things like that. Who knows if maybe somebody is not using our API or maybe somebody was relying on the HTML view to print something out. You don't know about that. You can have stuff like if a price is negative, then throw a price invalid. Otherwise, send the invoice. Now, this is fairly standard for a developer to notice, oh, we're sending invoices with negative numbers. That should not happen. But it's very normal in businesses to require invoices with normal numbers as a refund kind of. Right? And now you've got a problem. So your system maybe does not support it, but maybe some enterprise customer of your system relies on this mechanism so that it still kind of works. You can have very ugly stuff. So here we have a file selector. And a file selector is an integer. So this is about bitmasks. Try avoiding bitmasks. Leave these problems to compilers. You don't need bitmasks. But here we say I'm going to return a file or, well, initially it was a file. And now I return both file and directory. Now what can happen is that if my function is about deleting stuff, now I'm deleting a bunch of stuff that was not supposed to be deleted. Okay? So careful about this. But it's still an integer. There's no way to see it other than effectively looking at the diff. This is ugly. This broke for me many, many times. So you have some, you know, sysadmin tools that run some scripts, grab on the output. If the output contains that line, you're going to run some tool to maybe restart the server. And now you add just the quotes. Right? You add the quotes around the string that you had there. And now the grab sequence no longer works. Or maybe you're getting the quotes into that grab sequence and now nothing works anymore. Now, very, very subtle, but sysadmins often write scripts like these. Where the, you know, just hacky, hacky, when this shows up, please restart. And now you broke production. This happened for me with a dot at the end. Somebody decided that every exception had a dot at the end of the sentence now. And that was so stupid because all the tests broke. But on the other end, nobody really cared. Because effectively, we just had to adapt them. But still, things can break here too. Price categories. Initially, I'm showing categories 1 to 3. And now I'm showing categories 1, 3, 2. And maybe my support team was relying on the sorting of categories to answer support tickets somewhere. You don't know. So, it's really, really, really nasty, everything that can break. Prices, ascending, descending, everything can break here if somebody relies on the sorting. If you have to integrate with, for example, an SAP system. SAP systems are at least massive monstrosities that some consultants set up years ago somewhere. And the customer can never get out of them. If you sort prices in a different way than the system expects them, you can no longer talk to their API. That's interesting. So, how do you detect behavioral BC breaks? To detect these, you either look at the code or you look at changes in tests. So, if you see that the test changed from version A to B of the library, you know there may be a BC break there. Right? So, what I generally do is if you send me a request and you change the test and the source, you're going to get it rejected. It's very simple. Either you change the source or you change the test. So, the source, if you change it, that means that you're changing behavior and the previous test run. If you're only changing the test, that means that you're just refactoring the test. The test still does the same thing, but it's just refactored. But don't send them together. If you do both, I don't know if you broke the code or the test. I have no idea. So, generally, try to look at this in tests. Now, you look at the diff and you know exactly what changed, and this assumes that you test very well. So, you can go with the typical 100% coverage. Well, coverage is not really sufficient. If you want to look into good tools, there's mutation testing these days. So, it runs your code and it figures out if your tests are good enough. If you don't have tests, well, I have bad news. That's not really acceptable anymore. It's part of our job to provide tests. They're not a separate line item on your invoice. They are part of your work. You don't deliver a piece of code without the test for it. Okay? It doesn't matter if you write in the best typed language in the world. You still have to have the minimum tests for it. Right. Sorry. That's how it is. If you don't have tests, or if somebody tells you to not write tests because that costs much, talk to them because they're wrong up front there. I have a different talk about this stuff. So, effectively, this is where tests pay off. Tests give you stability and they give you prevention of BC breaks. You know your API still works as it did work before. So, very, very powerful to have this regression support. So, you go home 5 p.m. in the evening, hopefully 5 p.m., whenever you end your workday, and you know you don't have to worry about work because what you wrote works according to existing tests. And then, of course, comes a framework for publishing updates of your tools. So, my suggestion is stick to Semver. Very good news that Laravel finally abandoned their shitty approach to versioning stuff, and finally picked semantic versioning too. In semantic versioning, what you do is you have these three numbers. Very simple. And in JavaScript, you don't have the x. You always have zero point something. I'm just kidding there, but I'm always taking a stab at JavaScript if I can. Having fun. So, x, y, z. Effectively, the idea is that you have arg, cool, and easy. Right? First one is bad. Second one, there's cool stuff. We should go read the upgrade notes because there will be cool stuff. And the last one should be automated. I should not care about it. It should happen. I shouldn't have to worry about going into the release notes. My system should still work if they did everything right. So, the first one will break your system. The second one will upgrade your system. The third one will fix your system. Now, BC breaks are only allowed in a major version because it is a declaration that things will go wrong. It's relatively easy. And this is not always possible because if you take a very large system like the PHP source project, PHP has hundreds of extensions and little details and integrations and dependencies on other libraries that get upgraded as part of the language in every minor release. So, the PHP project always has BC breaks all the time. So, you can consider BC breaks in PHP. The dot, the Y is already going to be a major upgrade all the time. Which is annoying. But it's not always possible to follow sender. Especially on old systems where you don't have everything under control. So, you have large, complex, ancient, unknown projects. You are not going to be able to guarantee sender. But you should do your best to guarantee it. So, the other problem is that your bug fix, regardless of the impact of the bug fix, is always going to be somebody else's BC break. It's always going to be a BC break somewhere. So, the typical one comes from XKCD. So, this guy says, yeah, version 017, the CPU no longer overheats when you hold down the spacebar. And somebody says, yeah, but I configured my computer that when the CPU overheats, it presses down control. Can you please add a flag so that I can still rely on that behavior? Right? This is obviously excessive. But this is how it is. I fixed many bugs where people were relying on them. Or maybe adopted their system or worked around them because they never sent an issue and told there's a problem here. They instead wrote the fix in their own system. And now I fix it and it breaks their own fix. Now, there is one thing that breaks the entire semantic versioning. And BC breaks story, which is security fixes. If you have to do a security release, it does not matter if there's a BC break or not. Or, well, it matters. You can try to mitigate as much as possible. But it is better to have a broken production system than a compromised one. It's better if your system does not work. It's better to have a closed bank than a bank that is open with also all the vault open. Right? And people running in and out of the vault. That's the idea behind it. So, in a security fix, you may have to break BC. And it's your decision to say, we're going to release a new major and tell everyone to upgrade to the new major. Which is going to be hard. Or we're going to silently break a hundred million systems. Because this is now a security issue and shit got real. So, what's happening? Yeah? All right. So, breaking BC in general is okay. It's normal. You will have to do it. If you have your in-house product, you notice it less. But people using your UI, using your website, they rely on the workflows. If somebody is working with your website, your product every day, and you change where the button is on a webpage, and they use that button all the time, you're breaking their workflow. So, you have to think about that. The idea is that every time you break BC, you are maybe fixing something or you're improving something, but you are producing work on the consumers of your system. So, make it count. It must be, there must be a reason why you do it, and that reason must not be because the weather is like that. Okay? Because you are producing hours and hours and hours of work. You're one person writing code here, and there's a thousand people working on the other side. If those thousand people have to manage to adapt their system, and it takes them one hour to do it, you produce a thousand hours of work. Okay? Careful there. So, braking BC in general is okay. You have to talk about it. The extreme example was the button on the airplane. What happened there is that they sent the pilots after giving them a leaflet and say, this is the new model, is exactly like the previous one, read this, and then go to the next flight. No. You have to have upgrade nodes and tell people how to mitigate some of the BC breaks. So, you tell why something was removed, where it was removed, and what to do instead. Try deprecating stuff before, if you can. It's a good idea to completely remove methods. Let's say that you have one method that does too many things, and you say, we don't support this, this, and that behavior. What you do is you make a new method somewhere, and deprecate the old one. That's the easiest way you can do it. So, you say, this method, stop using it, use the new one, which does less things and does them better, instead of trying to always kind of hack it together or maybe document it between the lines. If you use an explicit deprecation, there are tools like phpstan and psalm that will just tell you up front, look, you're using deprecated API. You should be okay with this. Are you okay with this? Otherwise, I'm going to fail the build. If you are releasing stuff, and it's used by a lot of people, consider releasing alphas, betas, release candidates, because people will install them and try them out on their system, and hopefully they will find bugs for you up front. Why? Because as much as you can test and put as much effort as you want, we have a limited amount of cognitive scope in our mind. So, we do not have every possible use case in mind. Putting it out there, allowing people to try out things, means that you are going to find out about hundreds of other use cases that you never considered. And finally, this one goes very close with the do not deploy on Friday. There are people advertising deploy on Friday. It's fine. You can have the confidence to deploy on Friday. You can automate it as much as possible, right? Where everything that goes anywhere is always going live to production at any point in time. So, 5pm, sorry, 5.59pm on Friday, somebody deploys, then goes into the weekend and on vacation for two weeks. And production broke. Don't do that. If you are doing a major release and you know that you have a busy break, or you're not 100% confident that you do not have a busy break, do not push to production, do not release, because you have to be there. If somebody notices, look, this breaks everything, everywhere, you have to be there and revert it. It's relatively simple. You just have to be there and be able to revert it. If you do it on Friday evening, you're going to have to fix it either on Friday night, or Saturday morning, or during the weekend at some point. It's relatively simple. So, try being there, try being present, because the moment when you do a release is when people, a lot of people, are going to notice about the release. So, you have to be able to revert it. Reverting sometimes can be a busy break. So, you say, I got a busy break, we did not expect it, I'm just going to make a new patch release, and this patch release will have a busy break that just reverts the previous busy break. It's your decision. Basically, you say, I estimate that this many people will have a problem, or maybe this many people already fixed the problem, but so many people still haven't upgraded, so I still have time to revert it. I'm going to make these people that upgraded very early very angry, but that happens. Teach people about semantic versioning matches. So, do this, use the caret operator. It means basically everything from 1 to 3 up to before 2.0.0. Do not use unbounded constraints. Never use this. I have libraries that used this ages ago, and people are getting those libraries installed now, after years and years, because of this matcher on that ancient release, that should no longer be supported. And never, 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 ever use the Death Star operator. This is the Death Star operator, according to Sebastian Bergman. This means everything. That's not true. That is not true. If you support PHP, or whatever, support the exact version that you know that you tested. Do not overestimate and say, I'm going to support something that still has to come. You can automate BC checks. Told you I have the tool for it. It's better to have continuous integration, tell people that they're wrong, than have a human and say people that they're wrong, because that human is going to get a lot of shit. That's how it is. And to finish, what do we say to the useless PC break? Won't fix. Thank you very much. We have, I think, two, three minutes. Yeah, so you have some time for questions, so questions, please. Nothing? No, no, no. They're just going with the microphone. Oh, I didn't see it. I'm sorry. Hey, thank you for your speech. It's Moldova. Not everything is automated. Sorry. Everything works so far, as far as I've seen. I'm here. Thank you for your speech. Your presentation is mostly relevant for guys who are supporting open source libraries or public APIs. I understood you right? Yes. Because if you're working in a team with your backend, with your guys, you're usually not worrying about breaking backward compatibility. Yes. So, absolutely. That's true. So, this applies if you have your own namespace and somebody else relies on it. So, there's always this kind of consumer versus publisher kind of dependency. This happens when you have more than one team working on a piece of software. This happens if you have people having long-running feature branches, which is an anti-pattern. Don't do that. But it happens. This is about companies that have more than one team working on a code base or having more than one repository that rely on some other repositories. So, it's generally about packaging. Not just that, but also about namespaces. So, I have my own namespace where I do computations about prices, and I remove an API that was planned to be used by another team that wanted to release something about price systems, right? So, it's about effectively the code that I'm writing, who is using it, and how aware am I about what they want to do with it. And in the UI, the BC breaks are more subtle. So, I remember back in 2009, I think, I was helping somebody writing a port for a price system, for a cashier system. So, you go to the beach, and somebody has to write, okay, this person reserved two umbrellas and one spot, and this person wanted, you know, like, one seat, and this person only wanted to bring their own stuff and stay on the beach. And they had to let thousands of people in every day. And they had one of those green screen computers. So, they were tab, ta-ta, tab, ta-ta, tab, ta-ta, enter. Done. And get the money. This is how the operators worked. So, we were tasked to replace that system because it was very old, and it didn't do what it needed to do. And we replaced it with a web page. And the web page did the same things. But what happened is that the order of the UI element was not the same one as before. So, the people that were operating every day, they were just not looking at the screen. They were tab, tab, enter, tab, enter, tab, and so on. They basically could not do anything with the system. So, as soon as it was deployed, it was rolled back completely. They said, no, we're not going to buy that. We're going back to the old system until you fix it. So, it's difficult. It's a UX issue, too. It's not just about API. The API that you provide to your end users is the monitor or screen reader or whatever you're going to use to talk to them. That expands the scope a bit, I hope. There's two questions here. Yeah, the next question, yeah. Oh, where is it? It's here. Ah, yeah. Hi, everyone. I have a question. You talked a lot about new features, about announcement of new stuff that was adding to the application. Can you share, please, from your experience, some good methods of announcing things, either that small button, a method that will work definitely? You mean new features, exploring new features? Yes, it depends. Either on the web page or in the functionality of the application. For exploring new features, you have an existing test suite, and my suggestion is try to go into the BDD world, so try coming up with very simple, distilled definitions of what you expect the system to do. If you haven't looked at it yet, look at B-Hut and Gherkin in general. Gherkin works with many languages. B-Hut is just the test runner for PHP. So you can describe how the system or what the system is supposed to do in a very business-oriented way. So you remove the distance between developers and business people as much as possible, reducing the amount of miscomprehension between the two. It happens all the time that somebody tells me to add the button, I add the button, and they tell me, no, this is not how I wanted it. Always. Instead, write this feature specification that makes it clear what you actually want the system to do, and that can be ported into an automated test that verifies that that button is still there. Button is a stupid idea there, but you can say this feature is supposed to do this, and it's going to stay and do that until your automated test verify it. Thank you. I have a question actually about your practice and maybe your advice. For example, I would have an application that exposes an API, and there is another application that might do an integration with you. They use kind of similar data as you do, but they have another approach. And they say that, you know, I would use your API, but I need a little change or some, I don't know, to add more data or something to make it easier. How open I should be to allow these changes, or should I protect my vision and say, you know, this is your problem, and you should deal with it on your own? An example. Let's take an example, a practical example. Somebody does payments with credit cards, and then an airline comes and they say, yeah, but we allow payments with the fidelity number, which is usually like a credit card but a bit shorter, right, for example. So it looks like a credit card, but it's not, and it does not follow the rules of a credit card. Give them a separate dedicated endpoint that only works for them. So you design a little space that is completely separate from everyone else for them. You don't adapt the main API, because adapting the main API exposes all other customers that rely on the constraints that you initially declared to BC breaks and to problems in general. So instead, just make their little corner, and you say, you use this API instead of this one. And that's the easiest way to do it, and it works really well with the open-close principle. So you just do something like, for example, dependence injection and replace something, or replace a service, or replace an entire routing definition for a certain customer, and stuff like that. Thank you. Yeah? Yeah, so the last question. Thank you. Once I have read an article, maybe by you, regarding the usage of final in code. So I would want once to get your opinion regarding when we should use final for the classes and methods. For example, in a product company or something like this. Yeah. Thank you. So final, if you have code in general, you should strive to keep things final until the use case for inheritance comes up. So what you can do is you take a class, extract the interface from the class, right? So you split it together. You have class and interface now. Does it make sense to extend that interface? Does extending that interface produce a new type that is more meaningful to you? If that is the case, then you need to use extends. But otherwise, it's not viable to use extends because you are using extends as a means to reuse code. So you can basically say you have to use final on everything that is a full implementation of interfaces. You have to avoid using open classes as much as possible unless explicitly designed for being open classes. And for things like value types, which are concepts in your domain that are fixed, for example, credit card number again. Credit card number is a very well-defined concept. And you have it only one time. You cannot mock it out because it doesn't make sense to mock it out. There is only one concept of credit card for you or email address. That is what an email address looks for you. There is no discussion over that. Those are final. Because you want to avoid having sub-implementations that still pass the type checks, but consumers of those types are relying on the invariance that you defined in the type yourself. So try to use final as much as possible because the ability to say, I'm sure this is exactly the thing that I expect, is very powerful. It gives you a lot of freedom. Whereas if you start looking at it beginning, you say, oh yeah, now I can't extend anything. Initially it looks like you're removing stuff, but effectively it gives you much more freedom. So give it a try. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Marco. Thanks a lot. No, no, do not go from the stage. No, no, stop. No, let's come here. No, 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 no. Thank you so much. Thanks, especially thanks for Rammstein, for a German speaker. That's perfect. No, 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 don't go away. No, no, no. What? I don't want to go. I will not ask you to make like this with the hair. Fine, fine. No, I can't do that. No, no. Not now, but Sunday evening we should definitely do that. So, yeah. So Marco will have a workshop tomorrow. If you want to speak local languages, okay? No, 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 no. I don't want to speak that language. Okay, no. Any of those, no Russian or Romanian, no. I want to speak English. Okay. That's the idea for the future conference. Yeah. So Marco will have a workshop tomorrow at 11 a.m. in the front-end room and I want you to say a few words about the workshop. What will be there and what should people bring with themselves? Right. So there will be, I think, full-day workshops, something like that. I will see how much time we got. It's going to be about CQRS and event sourcing. If you never heard about them and you're a back-end developer, you should definitely come. It's interesting, especially if you build long-running products and complex business logic. And you will need your laptop and the ability to write some poop for PHP object-oriented programming, right? So be sure you know how to poop, right? And then you can come to the workshop. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks, Anton, for allowing me to take this two minutes of fame. So who guys have heard here about DreamApps, DreamApps Innovation Campus? Yay! I've got some tickets for you. Come run over to grab them. The ones who raise their hands. I've only got five. And the next one, by the way, is next week. That's cheating. There you go. Next question. Who in here has or wants to develop their own tech startup idea or tech startup business? All right. Okay. So most of it... Okay, so I've got two. Okay, guys. So now I have for you some scholarships for the startup acceleration program that we have at DreamApps, where we also have a network of international mentors that can help you grow your business. So if you want to come over and grab your scholarship, the two guys that raise the hands. Yes. So you can come. You can come. You can be fast. So this is the... So I understand the... Thank you. There you go. So I understand the other ones, they're just looking to get a job at Apple or Facebook and get well paid and... Well, I think that was all for me. So DreamApps mainly is the... So we run a lot of acceleration programs mainly for tech startups. So if you consider doing that in the next future, contact us. We do that with the help of our network of international mentors that are mainly investors and tech entrepreneurs with a lot of experience in the US and Europe. Thank you. Thank you. It was, yeah, it was a kind of a competition that we had together, to look at who can be able to run for the prizes. For the rest, there will be prizes from Energy Fitness. So don't worry. If you are slow running, you can still win them. Okay. Now let's welcome our next speaker. Докера Вадим. A's. Good morning. Good morning. I'm here to welcome you. It's the pleasure of running my presentation. I will present you today our keynote and the show you will get a full conference for правдивую историю о том, как мы улучшали перформанс нашего фронт-энд-приложения. Эта презентация будет интересна не только программистам, которые сталкиваются с такой проблемой, думаю, менеджерам, которых управляют такими проектами. Так, начнем. Немного обо мне. Я занимаюсь разработкой более 13 лет в различных технологиях, как бэкэнд, так и фронт-энд. Соответственно, имею опыт различных технологий и направлений, но в последние годы больше занимаюсь фронт-энд-разработкой, именно JavaScript, React, Redux и все связано с этим. Помимо этого я веду скрам-мастеринг в своей команде, которая занимается разработкой нашего фронт-энд-продукта основного. И далее маленький квиз или вопрос в зал. Хотел бы узнать, сколько из вас знают эти слова на самом деле или как-то были с ними связаны. TypeScript, React, Redux. Отлично. Вкратце, для тех, кто не знает, пару слов. Что такое TypeScript? Я видел, уже немного раскрыли эту тему. Это просто типизированный язык, который впоследствии позволяет вам получать JavaScript код в конце. React. React – это достаточно хапивая технология библиотека, которая позволяет вам дробить ваше приложение на мелкие части и уже сама по себе является оптимизацией вашего фронт-энд-приложения, так как позволяет вам работать с виртуальным домом и потом накладывать это на реальный дом, что уже дает большой прирост перформанса. И Redux – это, соответственно, библиотека, которая позволяет вам управлять стейтом вашего приложения и менеджить его нужным образом. Итак, следующие слайды не являются рекламой, ну или почти не являются рекламой. Маленькая история о нашем продукте. Это наш продукт. По большей части он выглядит так. Чем-то, может, похож на другие редакторы. Здесь наши пользователи в основном – это среднего возраста мамочки, которые пытаются создать свою любимую книжку, туда загружают фото о ваших каких-то приключениях, трипах ваших детей. Соответственно, по мере разработки этого продукта он рос. Мы добавляли какие-то функциональности, которые помогают производить навигацию по фото, позволяют управлять быстрее навигацией по вашей книге, по страницам вашей книги, так как книга может расти вплоть до 400 страниц, это уже настоящий большой продукт. Все было хорошо, пока однажды мы не начали получать эти гневные отзывы, что продукт плохо работает, что-то тормозит, что-то не так. То есть, значит, для наших владельцев выглядело все вот примерно так. То есть, сливалась куча денег на рекламу в Google, Facebook, а клиенты просто уменьшались. И, соответственно, было надо что-то срочно делать. Мы начали смотреть, и оказалось, что наши клиенты пользуются разными браузерами. И наш продукт, оказывается, работает по-разному на разных браузерах. И мы начали анализировать. Так как наши браузеры в основном пользователи — это не какие-то гики у них, не последние маки, компьютеры бывают вообще прошлого поколения, то вообще редактор мог бы и не работать совершенно, как видно на этой картине. Что ж, решено было собрать команду супергероев. Нам выделили целый спринт. И сказали, ребята, разберитесь, сделайте так, чтобы вот все, что есть, функционал остался, но при этом работал быстро и на всех этих девайсах, которым ключевые наши пользователи пользуются. Что ж, мы посмотрели, начали думать, перформанс. Что же делать? Посмотрели наш продукт, он выглядел так. Он был большой, красивый, но медленный. Значит, тут, конечно, мы обратились в перформанс-полиси. У нас она была, но мы начали ее читать внимательнее и разбираться, что же делать. И тут основа нашей перформанс-полиси базируется на РЕЛ. Методология. Что это такое? Я расшифрую каждое слово, но в целом концепт такой, эта методология основана на том, чтобы разделить весь пользовательский опыт на ключевые действия и уже каждое из них оптимизировать и разбирать. Разберемся, что это. Первое – это респонс. Конкретно, когда пользователь выполняет простую операцию на компьютере. Например, клик по кнопке. Насколько долго отрабатывает ваше приложение, чтобы увидеть следующий скрин, поп-ап или что-то еще. Следующее – это анимация. Например, вы сделали drag-and-drop или что-нибудь там, появление красивого элемента на экране. Как долго или какое количество кадров в секунду это занимает? То есть насколько плавно и приятно это происходит. Следующее – это idle. Это то время, которое нужно приложению, чтобы сделать какие-то внутренние вычисления до того момента, когда пользователь на самом деле начнет воздействовать с приложением. И последнее – это load. Соответственно, сколько времени нужно, чтобы приложение стартануло на компьютере. Мы сфокусировались на первых трех, так как у нас one-page application, как правило, пользователи на это не особо жаловались. Они загрузили его, могли часы проводить в работе с тем, как свои фотографии распределить по альбому. Что ж, тут важный момент – фокус. И тут компания Google сделала большую работу. Она исследовала, как на самом деле пользователь реагирует на то или иное ключевое действие и сколько времени нужно, чтобы пользователь не терял этот фокус и был вовлечен в процесс. Соответственно, если мы говорим об анимации, эти показатели колеблются от 60 до 30 кадров в секунду, чтобы пользователю для него анимация проходила мягко, приятно, и он не терял фокус. Ничего не дергалось, он был вовлечен в процесс. Если говорить о респонс тайме или том времени, которое нужно получить отклик от какого-то конкретного действия клика или какого-нибудь другого действия в приложении, это время составляет до 100 миллисекунд. То, что в идеале хотелось бы получить. Уже при данных от 100 до 300 миллисекунд пользователь начинает чувствовать некий дискомфорт, но он все еще в фокусе, все еще не теряет контекст. Если это время может быть более 300 миллисекунд, и до секунды вы можете получить примерно вот это. Пользователь может просто забыть, что он хотел сделать, куда он нажал, почему появилось это окно. Поэтому нужно фокусироваться на этих цифрах. Немного вернемся назад. Я говорил о респонс тайме. Это 100 миллисекунд. У нас тут стоит учесть маленькую деталь. У нас есть idle time. Это какие-то внутренние вычисления, которые нужны приложению. И тут надо фокусироваться на цифре в 50 миллисекунд для респонс тайма конкретного действия. Потому что idle time тоже должен быть ужат в 50 миллисекунд. То есть эти оба два действия ключевых должны вместе не превышать вот этот таргет, цель нашу. Итак, все понятно. Нужно измерить, как работает наша улитка и вообще как она должна работать. У нас все цифры были. Мы начали это делать. Здесь всем советую, наверное, все знают. Google Developer Tools имеет отличный инструмент для этого. Тут вы можете увидеть не только, сколько времени отрабатывает действие, записать его и детально проанализировать, на что было потрачено конкретно время. Здесь реальные примеры с нашего приложения. Некоторые действия, как видно внизу, около 552 миллисекунд занимали. Некоторые 438. Зависит от действия, что конкретно производилось. Далее вы можете подробно получить развертку на что тратилось время. На скриптинг, на рендеринг, на пейнтинг или на айдл какие-то внутренние вычислительные операции. Тут маленький совет. Данные вычисления или данный анализ делать не только на дев сборке, но и на продакшен. Здесь вы видите один и то же действие при разных сборках. И вы можете получить, что тут скриптинг тайм подключается в разы. И поэтому иногда, может, не стоит оптимизировать то, что на продакшене и так оптимизируется сборкой, чтобы не тратить лишнее время на это. Итак, можно получить развертку по функциям и детально понять по дереву, где и на какой функции собирается больше всего тратиться времени. И тут вы можете видеть конкретно функция. Мини-спред-вью апдейт занимает около 271 миллисекунды, что уже критическая цифра, около 300 миллисекунд. И на нее нужно обратить внимание. Тут вопрос в зал. React component lifecycle или жизненный цикл react-компоненты. Кто-нибудь знает что-нибудь? Отлично. Пара человек. Для тех, кто не знает, вкратце, приблизительно выглядит так. То есть у нас есть бабочка, она рождается, она живет, ест, поедает траву, из нее появляется куколка и в конечном итоге бабочка. Здорово, приблизительно так, но там набор функций, которые выполняются последовательно. И мы сфокусируемся на некоторых из них. Возьмем первый. Тут по названию понятно. Component will receive props. Соответственно, компонента получает свойства, нужные ей для отрисовки. Отлично. Следующая функция. Решает, нужно ли делать перерисовку и пересчет компоненты. Называется shoot component update. Соответственно, она возращает два значения. Либо false, и тогда мы просто ничего не делаем. Замечательно. Либо true, и тогда компоненте нужно сделать пересчет и заново отрисовать все свои свойства. Там пойдет целая цепочка других действий, которая уже приведет к тому, что мы получим новый компонент на экране нашего компьютера. Итак, мы сфокусировались на данной функции shoot component update, так как она является ключевым краеугольным камнем в React компоненте и решает, насколько будет затратным по перформансу, пересчет нашей компоненты. Так как она решает, нужно его перерисовать или нет. Мы сделали простую вещь. В эту функцию мы просто добавили простые каунтеры, чтобы подсчитать, сколько раз эта функция вообще вызывается и сколько раз мы пропускаем на вычисление эту операцию. И тут, видите, пример, как это выглядело. Ну, тут приблизительно было, не знаю, там, тысяча классов. Но в целом идея понятна. Мы просто получили miss – это сколько пропущено внутрь, total – сколько всего вызовов. И тут можно увидеть, 139 раз вызвали, 139 раз отработали, может, что-то не так. То есть это уже какой-то такой значок. А может быть там что-то неоптимизировано или делаем что-то неправильно. Далее. На основе всего этого анализа маленькие такие попытки, советов, которые должны помочь в таких же проблемах. Все мы любим велосипеды, костыли, часто их делаем, потому что это быстро, хорошо. Но работая в продуктовой компании, я понял, что лучше этого не делать. Потому что если вы отвечаете за продукт, в итоге вам же придется это все чинить и переделывать ваш велосипед и костыль на что-то нормальное, рабочее. Поэтому лучше делать сразу хорошо. Итак, первое. Иногда вам нужно сделать компонент. Вы еще не знаете, что будет внутри, но вы точно знаете, что-то будет. Вы думаете, да, передам-ка я туда все, что надо, там разберусь вообще, что нужно. Точно так делать не надо. Нужно четко определять, что нам нужно. Для этого мы у нас использовали такие view-модели, скажем, специфические классы, которые вынимают нужные нам свойства для отработки компоненты и, подготавливая их, передают уже внутрь самого view-компонента. Итак, маленький пример. Как бывает даже при таком случае, что у нас есть view-модели, мы договорились, все же классно. Вот у нас есть класс save-button. Отлично. Мы для него сделали view-модель, которая подбирает нужные ему компоненты. Все здорово. И тут приходит новый программист. Ему дают задачу сделать класс order-button. Вроде та же кнопка, почти все то же самое нужно, но нужно добавить одно свойство. Is completed. Вот смотрит, вроде 90% сходится. Сделаю-ка я вот так по-быстрому, объединю, вроде добавил одну view-модель, туда одно свойство, и вроде все как хорошо, но в данной view-модели оказываются еще три свойства, которые вообще не имеют отношения к order-button, и просто order-button будет перерисовываться тогда, когда вообще этого не нужно. То есть вроде мелочь, вроде подготовили, но тут важно еще поддерживать вот эту традицию или вот ту модель, которую вы внедряете. Значит, тут простой пример. Мы передаем стрелочную функцию прямо в property, он клик, вроде выглядит все не криминально, но так делать не надо. Казалось бы, почему? Все просто. Хэш функции будет разной. Тут простой пример. Просто создать внутреннюю функцию переменной и уже ее передавать внутрь свойства, мы не получим перерисовки или лишнего рендеринга, потому что хэш будет одинаковым. Та же проблема, только под другим углом. Это дефолтные или h-кейсы, когда мы пытаемся передать какое-то дефолтное значение, казалось бы, пустой массив, вроде ничего криминального, но опять-таки, при вызове этой функции каждый раз мы получим ту же простую проблему. В мелочах дьявол. Лучше просто сделать переменную и так же само решить эту проблему. Следующая мелочь. Передача самих react-компонент внутрь. Все выглядит похоже. Мы передаем react-компоненту и уже внутри нее решаем. Та же история. Не делайте так. Это можно решить двумя способами. Либо передать константу, в которой отрендерен этот react-компонент, либо передать класс-компонент и уже внутри нее отрендерить объект этого класса. И не забываем про тяжелые математические операции. Они могут быть не в отдельном классе, они могут быть внутри класса одной функции, но каждый раз вызов перерасчета какое-нибудь, не знаю, положение объекта по отношению спреда или каких-то страниц может при сотовом вызове вызвать действительно уже миллисекундные такие задержки, которые будут чувствительны. Также не забываем пока монстр-классы. Мы все любим фуллстэк. И вообще класс, который решает все проблемы, он умеет все. Но в конечном итоге во фронтенде это приводит к тому, что этот компонент должен постоянно пересчитываться, перерисовываться и вычислять. Лучше просто это сделать, разделить и выделить как можно больше мелких, простых компонентов. Особенно, если мы говорим о реакте. И не забываем, но если уже совсем не получилось ничего, у нас есть shoot-компонент-апдейт. Это тул или функция, которую вы можете настроить так детально и определить, когда и при каких обстоятельствах вам действительно нужно перерисовать этот объект и пересчитать все его элементы. Итак, что же мы получили? Вроде бы мелочи, но собрали их в кучу. Что стало с нашей улиткой? Она стала крутой, она стала турбо-улиткой. Она умела летать. Но это все абстракция. Теперь давай какие-то конкретные данные, что мы смогли действительно выжать за спринт в две недели всей командой. Для данных, не могу говорить открытые, но приблизительные, для средних книг около 80 страниц и больше, мы получили значительные показатели прироста. То есть если мы вначале имели около 480 миллисекунд отзыв на респонс действия пользователя, основные ключевые, по итогу мы смогли добиться 56 миллисекунд на среднем девайсе нашего пользователя. Конечно. Если мы говорим об анимации основных ключевых, там drag-and-drop, какие-то такие внутренние анимационные, мы имели показатель около 16 кадров в секунду, и мы смогли добиться 55. Достаточно значимые изменения. Следующее. Если говорить об idle time или вычислительных операциях, которые происходят между действиями пользователя, мы могли получить около 370 миллисекунд, мы смогли добиться 40 миллисекунд. Мы их раздробили и смогли сделать настолько компактным, насколько это было возможно. Что же дальше, скажете вы? Все отлично, мы соптимизировали, давай я девелопить дальше, но тут совет использовать Lighthouse или другие похожие технологии, чтобы поддерживать и отслеживать регрессию вашего фронтенд-приложения. Соответственно, вы уже на уровне билда, подключив Lighthouse, можете понять, где и какие действия у вас стали медленнее. Я не буду удовлетворяться подробностей, но по окончанию этого спринта счастья наших пользователей не было предела, соответственно, и заказов стало больше. Спасибо. Вопросы? Поднимайте руки за вопросами, Лена к вам подойдет обязательно. Поднимайте, поднимайте смело. Напугалась, что ли? Вон там, все, есть. Здравствуйте. Я сам пользуюсь разными программами, Photoshop, например. Я хотел спросить насчет вашего приложения. Ваше приложение связано как-то с какими-то типографиями, где потом все это печатается, или это просто приложение, где мамы развлекаются. Хороший вопрос, спасибо. Да, тут мы можем сделать два, два в одном, то есть мамы могут развлечься, а потом мы можем действительно напечатать этот продукт. То есть в итоге мы это все генерируем в PDF и уже отправляем нашим принтерам. То есть у нас сеть принтеров, с которыми мы работаем. Конкретно мы не печатаем, как компания, но мы отправляем PDF в те принтеры, которые ближе находятся уже к конечному потребителю. Теперь все понятно. Да, спасибо вам. Еще один вопрос. Салют. Салют. Я уже не знаю, Романа. Я уже не знаю, какая будет эта экспедиция с React Hooks, что какая-то практика была, что... В теме React. React Hooks. Hooks. Да. Hooks, да. React Hooks, к сожалению, когда мы начали писать наше приложение, этого еще функционала не было. и весь Core у нас уже разработан чуть-чуть по другой модели. Но мы смотрим в сторону Hooks и контекстов, чтобы решать определенные именно перформанс проблемы в будущем. И мы действительно видим потенциал в этом. То есть я бы советовал использовать, если вы стартуете. Спасибо за доклад. Хотел спросить насчет оптимизации использования других липт наподобие в WoW Dash. Говорят, что он ускоряет, но улучшает перформанс. Low Dash позволяет хешировать определенные элементы. В нашем случае Reselect выполняет эту функцию. На некоторых меморизационных операциях мы используем, но из-за определенных уязвимостей мы отказываемся от него. И не будем использовать. Спасибо. Есть еще один вопрос, да? Давайте последний вопрос. Еще два есть. Ну, так да, коротенький. Как у Дудья, вот это в конце. Плитц. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Я тут уже немного времени и, в конце концов, вы можете найти какие-то конклюзии. Я имею два макера, например, и мне показывают два типы результаты, плюс, если я увеличу резолюцию на монитор, и я еще добавляю еще одну дистанцию, и я получу еще 10 результатов. Вот это. Спасибо. Интересный вопрос. Мы, для измерения стандартных операций пользователей, имеем определенный набор конфигурации. То есть определенный процессор, определенная оперативка, определенный набор среднего нашего пользователя вычисленный. И мы меряем относительно него, но для девелопмента мы легко используем тот же Google Developer Tools, который позволяет уменьшить, замедлить ваш процессор, симулировать медленный интернет. И тем самым вы можете приблизительно понять, как это работает. Поэтому мы делаем это так. В вашем случае я не знаю конкретно, что делает ваше приложение, надо анализировать, но в нашем случае этого хватает. Мы имеем конкретный дефолт машины на конфигурации нашего пользователя, и на девелопмент мы просто замедляем процессор, замедляем скорость интернета и пытаемся увидеть, как это бывает на медленных машинах. Изначальные данные? Или таргет данные? Ту, которую мы хотим увидеть у пользователя? Данные данные из рейл-модели, то есть сам Google сделал определенные исследования, действительно с пользователями, то есть он сажал людей, задавал какие-то определенные задачи в приложении, они кликали и смотрели, как человек теряется, или он все еще держит контроль. И они эти данные средние собрали. То есть это не какие-то математические, а действительно это user-oriented методологии, она основана на конкретных... Мы получаем от директ фидбэка, то есть мы прямо получаем от пользователей, которые недовольны, они нам звонят, либо они нам пишут. Также есть очень много, где люди пишут свой отзыв, я вот пользовался, и мне там то не понравилось, то было медленно, то было плохо. То есть мы собираем, у нас даже есть такая маленькая инсайд, у нас есть даже маленький дата-майнинг, мы собираем эти отзывы, фильтруем их определенными алгоритмами, пытаемся их делить на категории и выделять самый, так скажем, дистрактор части и уже работать на них. Например, кто-то больше на текст жалуется, кто-то на загрузку фотографий, кто-то на интеракшн в зоне редактора. То есть это все отдельная такая целая инфраструктура, которая занимается даже там отдельная команда заработчиков. Давайте, да, у нас есть время на последний вопрос. Спасибо за доклад. Вы говорили, что оптимизация была в течение одного спринта, да? Да. Какая большая команда и насколько код рефакторился во время спринта, что это достаточно мало времени для такой оптимизации? Спасибо, хороший вопрос. Времени действительно мало и, скорее всего, оптимизацию можно производить бесконечно. В нашем случае была конкретно узкая поставленная цель. Мы, скорее всего, больше фокусировались на тех изменениях, которые были добавлены в последние, скажем, полгода, которые внесли вот такую вот регрессию и мы сфокусировались больше на них. И команда у нас это 4, 5 разработчиков на тот момент. И основная задача поставлена была на спринт, который у нас длится 2 недели. Поэтому мы не знали, чего мы добьемся. У нас просто была цель. Вот вам 2 недели, попытайтесь сделать максимум. Мы выжили максимум, что мы могли. Рефакторинг занимал в основном те компоненты, которые были добавлены в последнее время, последние полгода. И так как они являлись, скажем так, источником регрессии, но они были очень важны и нужны пользователям, поэтому от них не хотели отказываться. Мы должны были сфокусироваться на улучшении именно этой части. Вадим, спасибо огромное за ответ. Не убегай, не убегай, тебе поаплодируют, во-первых. Во-вторых, мы с тобой сфотографируемся. Видишь, у нас уже дипломчики появились наконец-то. Спасибо огромное.